Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, я директор агентства недвижимости в Кургаде, Акар Реал Эстейт, мы работаем с 2008 года. Сегодня я расскажу о том, как получить водительские права в Египте, как приобрести автомобиль в Египте и оформить на него лицензию. Первый вопрос, можно ли иностранцу получить египетские права? Можно. Все, о чем далее пойдет речь, относится к тем иностранным гражданам, проживающим в Египте, у кого есть длительная виза или так называемая резидентская виза, срок которой варьируется от года до пяти лет. Потому как, если ваша виза меньше указанного срока, то тогда вам нет никакого смысла даже подавать на египетские права, потому как права выдаются исключительно на срок действия вашей визы. То есть, если вы турист и приехали в Египет по туристической визе, в дальнейшем ее продлеваете, как вы знаете, или если не знаете, я сейчас скажу, виза продлевается на три месяца, потом еще на три месяца, то ради вот этих трех месяцев нет никакого смысла даже вступать на этот длинный тернистый путь по оформлению египетских прав. Достаточно просто иметь на руках права международного образца, выданные вашей страной. Но если вы человек, имеющий резидентскую визу, длительную визу, то тогда послушайте о том, как оформить египетские водительские права. Для начала, конечно же, запаситесь терпением, запаситесь деньгами и еще раз терпением. Первое, что вам нужно будет сделать, это перевести ваш документ об образовании на арабский язык. Это может быть перевод школьного аттестата или перевод диплома, неважно. Главное показать, что вы образованный человек, умеете читать и писать. Этот перевод необходимо осуществить только в аккредитованных переводческих бюро, которые работают с вашим консульством. Потому как если брать за пример российское консульство, то там принимаются не все переводы. Есть определенный список одобренных консульством переводчиков, переводы которых принимает консульство. Это уточняйте в консульстве своей страны. После того, как вы переведете документ, вам нужно его в консульстве заверить и заверить в Министерстве иностранных дел, которое находится в Каире. То есть, если наше российское консульство в Кургаде никаких проблем с заверением не будет, то именно заверение из МИДа может вызвать сложности. Вы можете поехать сами, конечно, для этого в Каир. Но это мероприятие, скажем так, не для слабонервных. Имели опыт. И могу вам только дать единственную рекомендацию. Оформляйте доверенность на юриста, который от вашего лица выполнит вот это заверение перевода вашего документа об образовании. Далее вам нужно обязательно взять справки в государственном госпитале необходимого образца. Для этого, конечно же, я рекомендую иметь при себе гражданина Египта, идеально владеющего арабским языком, или юриста, который будет вам помогать, который вас направит именно в нужный госпиталь, обязательно государственный, и к нужным специалистам, которые выдают именно необходимый пакет документов о медицинском освидетельствовании. Запаситесь также необходимым количеством фотографий. Фотографии как на паспорт, но я рекомендую взять с собой штук 8. И с этим пакетом документов вы уже можете отправляться в государственную дорожную полицию, по-нашему, по-египетски она называется Мурур. Где она находится, знают все. Если вы передвигаетесь на такси, ну или у вас сопровождает какой-то местный житель в Египте, он вам обязательно, конечно, покажет, где находится этот Мурур. Туда подаете ваш пакет документов, ждете рассмотрения и ответа от государственной службы. Раньше было так, что каждое одобрение на получение водительских прав еще приходилось получать в службе безопасности Египта. То есть там вас проверяли отдельно, не являетесь ли вы каким-то криминальным элементом, которому нельзя водить машину, или вы добропорядочный гражданин. То, что касается самой дорожной полиции, так называемого Мурура, там все в лучших египетских традициях. Большие очереди, душно, много очень мужчин, которые курят на улице, громко разговаривают и так далее. Поэтому запаситесь, конечно, терпением. И, как я уже говорила, запаситесь местным жителям, которые будут вас сопровождать. Потому как вы не только подаете документы в одно определенное окошко, нужно еще платить необходимые пошлины, которые, опять же, оплачиваются каждой из пошлин в разном кабинете дорожной полиции. Все это будет делать сложно, если вы не владеете арабским языком. Лучше, конечно, чтобы вас сопровождали. После того, как ваша кандидатура будет одобрена на получение водительских прав, вы оплатите все пошлины и сборы, нужно, конечно, сдать экзамен по вождению. Он сдается на машине механики. Это могут быть как объезды змейкой конусов, так и дорога довольно резкая с препятствиями. Как я сдавала, например, на права, я вела механику, мы там заезжали в какие-то тоннели, какие-то повороты абсолютно пугающие и неестественные для обычной трассы. Но таким образом вы демонстрируете свое умение вождения автомобилем. Если вы этот экзамен сдаете, то в этот же или на следующий день, оплатив еще один дополнительный сбор за пластиковую карту, вы получаете свои права. Если не сдаете, то вам назначают другой день для пересдачи экзамена. На нашем сайте есть статья, которая посвящена получению водительских прав, покупке машины и оформлению лицензии на автомобиль. В ней вы найдете список примерных расходов по каждому пункту, который я озвучила. То есть сможете оценить, во сколько вам может обойтись получение египетских прав. Сейчас я не буду это озвучивать, потому как, опять же, цены актуальны на сегодняшний день, завтра они могут быть уже неактуальны. В любом случае, вы можете с этой информацией ознакомиться в статье, которая уже стоит на нашем сайте. Ссылка на эту статью будет в описании к видео. После того, как вы его досмотрите, переходите и читайте. Там также есть еще более подробная информация по этому вопросу. И в спокойной обстановке уже сможете в своей голове сформировать полное отношение к этому мероприятию. Нужно оно вам или не нужно. Наверняка у вас возникнет вопрос, а можно ли купить права в Египте? Я всегда на такие вопросы шучу. Если у вас много денег, покупайте лучше у нас квартиру. Таким образом, вы хотя бы их вложите в нужное направление, которое, возможно, невозможно, а точно будет приносить вам прибыль. А то, что касается нарушения закона покупки водительских прав в Египте, здесь я категорически не советую ввязываться ни в какие аферы, потому как Египет очень строгая страна с точки зрения законодательства, с точки зрения подобного рода махинаций. Можно очень сильно пострадать, как и финансово, так и вступить в противодействие с законом, где вы, поверьте мне, будете далеко не победителем. Поэтому не рискуйте, действуйте строго по закону, получайте права у себя на родине, международные права, ну, либо если вы являетесь резидентом Египта, оформляйте все как положено, ничего невозможного нет. Я своим примером могу вам сказать, что права в Египте можно получить. Может ли иностранец приобрести машину в Хургаде на свое имя? Конечно, может, никаких проблем с этим нет, благо дилеров у нас даже в нашей Хургаде довольно много. Вы можете оплатить и забрать машину хоть в этот же день. Проблема в том, что вам дадут ее без номеров и без лицензий. Вот в этом основная загвоздка, потому как оформить лицензию иностранцу на автомобиль на свое имя довольно сложно. Объясню сейчас почему. Во-первых, у вас должна быть длительная виза, о которой я уже говорила, потому как даже если вы пойдете на вот это оформление, вам лицензию выдадут на срок действия вашей визы. Естественно, если она у вас, как у туриста, 3 месяца, то даже нет никакого смысла с этим связывать. Я сейчас расскажу, как быть тем, кто живет здесь по туристической визе и хочет владеть автомобилем. Но об этом дальше. Сейчас поговорим о том, если у вас длительная виза и вы все-таки хотите оформить автомобиль, лицензию на свое имя. Что вам для этого нужно? Во-первых, конечно, полный комплект документов на автомобиль. Также необходима проверка в службе внутренней безопасности Египта. Особо строгая проверка нужна тем владельцам автомобилей, у которых машина, если по-английски говорить 4x4, например, как у меня, потому как этот автомобиль считается чуть ли не военным, имеет повышенную мощность, может передвигаться по горам и так далее. То есть в службе безопасности Египта нужно убедиться в том, что вы добропорядочный гражданин и не будете использовать этот автомобиль в каких-то противозаконных целях. Поэтому, опять же, выбирая машину, сразу подумайте, нужен этот вам 4x4 или нет. У нас дороги очень хорошие, я думаю, вполне можно обойтись обычным джипом или легковушкой. Лицензию, как правило, выдают на 3 года или на 5 лет, в зависимости от того, сколько вы заплатите. Стоимость лицензии может варьироваться как от 3, так и до 7 тысяч египетских фунтов, но все зависит, конечно, от марки вашего автомобиля. Тут точных цен я вам сказать не могу. Когда я переоформляла лицензию на свою машину, на свое имя, я видела, что человек, который выписывает эту квитанцию, он смотрел в список марок автомобилей, и вот по стоимости автомобиля и по его марке он уже выносил какой-то окончательный вердитт, сколько стоит лицензия. Вот я на свой автомобиль, у меня джип Ренегет 4x4, я платила около 6 тысяч фунтов на лицензию на 3 года. Если вы покупаете подержанный автомобиль и хотите переоформить его на свое имя, то имейте в виду, что этот автомобиль будет проверен в службе дорожной полиции на факт нарушения правил вождения. Здесь вас может ждать сюрприз, потому как иногда сумма вот этих штрафов, которые либо имели место быть, а может быть и нет, она может быть колоссальной. И в таком случае подает уже бывший собственник, тот, кто продает его автомобиль, подает апелляцию на пересмотр этих штрафов. То есть сумму могут достигать иногда тысячи, двух тысяч долларов за вот эти предыдущие или реальные, или якобы штрафы. Здесь довольно сложно разобраться. Если сумма вас смущает, смущает предыдущего собственника, естественно, он подает апелляцию. Имейте это в виду, то есть это может, конечно, отразиться и на цене машины, потому как не все хотят оплачивать вот эти штрафы. Что касается остального переоформления, здесь все стандартно, так же, как и с новой машиной. Вы получаете уже новую лицензию, вы получаете новые номера. Номера не сохраняются от предыдущего владельца. Ну что, ребята, как вы поняли, только люди с длительной резидентской визой могут оформить на себя права, получить египетские права и оформить на себя, на свое имя, лицензию на автомобиль. Все это будет выдано на срок действия и длительный вид. Если у вас виза краткая, как я уже говорила, то смысл нет даже ввязываться в это. Как же тогда быть? Если вы хотите приобрести новый автомобиль у дилера, то вам нужно иметь рядом с собой доверенного египтянина, который оформит лицензию на автомобиль на себя. С таким человеком желательно заключить предварительный договор, в котором будет указана сфера ответственности, оплата за его услуги. Этот договор будет только между вами. И уже в дальнейшем, после того, как он оформит лицензию на себя, он в местной нотариальной конторе государственной Шара-Акари выпишет на вас таукиль. По этому таукилю вы можете водить автомобиль, вы будете являться хозяином машины, самого автомобиля, но не лицензией. Этот человек, который будет вам помогать, он берет на себя ответственность, чтобы на свое имя оформить лицензию, берет на себя ответственность по даже вашим штрафам или каким-то инцидентам. Такая ответственность автоматически снимается, если он выписывает на вас таукиль, передает вам автомобиль в пользование, и вы становитесь его собственником. То есть в дальнейшем, если вдруг что-то случится, он, естественно, эти деньги будет иметь возможность с вас изыскать. Таким образом, как вы уже поняли, нужен гражданин Египта, на которого будет оформлена лицензия на автомобиль. Если вы приобретаете машину у человека, которого вы не знаете, поддержанную машину, то тоже может быть вам предложено, как мне рассказывали люди, живущие здесь, как и делали они. Они договорились с предыдущим хозяином, что лицензия пока остается на нем, и они в дальнейшем будут ему оплачивать какую-то определенную сумму за услуги переоформления, то есть каждые 3 года или каждые 5 лет. Судя по практике и по моим личным наблюдениям, я бы не советовала вот так безалаберно подходить к этому вопросу, потому как человек вам незнакомый, и неизвестно, что у него случится через 3-5 лет и так далее. Поэтому лучше все-таки, так как все-таки выхода из этой ситуации нет, кроме как оформлять лицензию на машину на египтяне, все-таки найти человека, которому вы доверяете. Что касается цен на новые автомобили в Хургаде, то здесь мне вас порадовать нечем. Скорее всего, они будут выше в полтора или в два раза, чем на аналогичные автомобили в вашей стране. Это связано с налоговой политикой Египта на импорт, если машина импортная. Имейте также это в виду, но в любом случае, конечно же, иметь личный автомобиль, это замечательно, учитывая, опять же, что у нас здесь небольшой город, передвигаться очень удобно, пробок никогда нет. Если они есть, то они вызваны только какими-то внезапными проверками на дорогах. Дороги сами прекрасные, превосходные, поэтому, если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу, помогу, чем смогу. Надеюсь, что немного осветила этот вопрос. Опять же, напоминаю, статья полная по заданной теме, она уже стоит на нашем сайте, можете заходить, читать, ссылка в описании к этому видео. Ну а я жду вас в Хургаде. Пока! Пока!